Каждый год, поздней осенью или зимой, в один прекрасный день с неба начинают сыпаться холодные белые хлопья. В Казахстане идет первый снег. Где-то он появляется всего на неделю, а где-то лежит с ноября по май. На самых северных территориях России снег не исчезает почти никогда. Например, в якутской деревне Оймакон снег может выпасть в любой месяц года, даже летом. Пожалуй, для людей, которые там живут, нет ничего обычного снега. На северном и южном полюсах нашей планеты снег не тает вообще никогда. Поэтому людям там жить невозможно. Слишком уж холодно. А есть на земле места, где все совсем иначе. В теплых странах, рядом с экватором, снег не выпадает никогда. Например, в Индонезии, Сомали, Бразилии, Колумбии. Чуть дальше от экватора снег уже возможен. И все-таки его появление там настоящее чудо, которое случается лишь раз в несколько лет. В какой бы стране не выпал снег, рождается он высоко в облаках. Когда приходит холода, то крошечные водяные капельки, из которых состоит облако, прилепляются к частицам пыли и замерзают. Так получаются кристаллы льда. Снежинки. Сначала они настолько малы, что их невозможно увидеть невооруженным глазом. Но даже такие крошечные снежинки все равно становятся тяжелыми и уже не могут дальше летать по небу в облаке. Поэтому они начинают свое путешествие вниз к земле. В воздухе к ним прилипают новые и новые кристаллы. И снежинки растут. Пока бывшая капелька долетает до земли, она превращается в пушистую красавицу, которую можно поймать на варежку и рассмотреть. Они похожи на игольчатые звездочки, а также на столбики, шестеренки, колесики на ножках, шестиугольные пластинки, прозрачные колбочки и палочки. Приглядитесь к ним повнимательнее. Еще не то увидите. В снегопад можно устроить настоящую снежную охоту с увеличительным стеклом. Прежде всего нужен хороший мороз, градусов 20 ниже нуля. Тогда снежинки будут расти в стороны острыми лучами и иголками. Самые красивые снежинки появляются рядом с водоемами и в лесу. Влага с озер и водохранилищ нужна снегу как строительный материал. Ветреную погоду на открытом пространстве ничего интересного добыть не получится. Большие снежинки сталкиваются друг с другом и ломаются. Зато в парке или в лесу деревья защищают хрупкие кристаллы от ветра. Давайте представим молекулу воды как треугольник. Из этих треугольников и получается будущая снежинка. Кристалл с шестью сторонами, гранями или шестигранник. Дальше к нашему кристаллу прилипают другие шестигранники. И так продолжается, пока не вырастет красивая звездочка с шестью лучами. Дело в том, что именно из-за такой шестигранной формы у большинства снежинок шесть лучей. Кристаллов с четырьмя, пятью и семью лучами вы не встретите никогда. Иногда можно увидеть снежинки с тремя или двенадцатью лучами. Но это лишь снежинки, у которых выросли только три луча или два шестиконечных кристалла, слипшиеся друг с другом. Обычно снежинка не больше клеточки в школьной тетради. Такую красавицу легко заметить невооруженным глазом и успеть полюбоваться, пока она тает на рукаве. Но снежинки умеют удивлять. У них даже есть свои рекорды. Самую большую в истории снежинку обнаружили в американском штате Монтана в январе 1887 года. Вы не поверите, она была размером больше альбомного листа. А в 1944 году в Москве выпадали снежинки хлопьи величиной сблюдца. Как вы думаете, есть голос у снега? А вот пройдите в морозный день по снежной дорожке, и вы услышите под ногами веселый хруст. Это не что иное, как звук ломающих кристаллов. Человек не слышит, как ломается одна снежинка. Но тысячи маленьких кристалликов создают шум, который наше ухо прекрасно воспринимает. Чем холоднее на улице, тем более твердыми и хрупкими становятся снежинки, и тем звонче хруст под ногами. Опытные наблюдатели природы умеют различать температуру воздуха на слух по хрусту снега. Когда с неба начинают сыпаться белые хлопья, мы говорим, что начался снегопад. Первому снежку все рады. Забавно, что легкий и пушистый снежок, только выпавший на землю, метеорологи, специалисты по погоде, именуют порошкообразным. Он действительно похож на россыпи порошка или муки. Только дунь сразу разлетится в разные стороны. Именно так и поступает хулиганистый ветер. Когда сугроб свежий и мягкий, упасть с него одно удовольствие. Как будто очутился на мягкой перине. Но и до дней снег в сугробе сначала подтаивает, потом замерзает. А есть сугробы, в которых поваляться вообще не получится. На крайнем севере снег бывает настолько твердым, что топор при ударе по нему звенит, будто ударили по железу. Такой снег царапает поверхность почвы, ранит растения. А в Антарктиде выпавший снег за несколько дней становится таким плотным, что его с трудом одолел бы и тяжелый ковш экскаватора. Поздней осенью частенько можно попасть под снег, который состоит вовсе не из снежинок, а из ледяных шариков. Такое явление называют снежная крупа. И никто им не восхищается. Холодный ветер бросает ковшу прямо в лицо. Мокро, неприятно. А кроме того, мелкие шарики секут кожу, как самая настоящая гречка или рис, брошенный со всей силы. Иногда природа может разбушеваться и вместо обычного снегопада устроить снежный шторм. Его еще называют метилью в юбой бураном. В сильный буран передвигаться по улицам непросто, а то и совсем невозможно. Снежная пелена такая плотная, что непонятно, в какую сторону двигаться. Ничего не видно, кроме сумасшедшего кружения снежинок. Опасным снег может быть не только во время шторма. Выпавший на горных склонах и нарядно сверкающий на солнышке, он постепенно превращается в плотную снежную плиту. Такая безобидная, на первый взгляд, красота может сорваться с крутого склона вниз и причинить немало разрушений и бед. Только представьте, Сибири, огромная масса снега, несколько сотен тонн, летит со скоростью 450 км в час, быстрее, чем гоночный автомобиль. Считается, что снег состоит лишь из замерзшей воды, но это не совсем так. Можно провести простой опыт. Наполните кастрюлю доверху свежим снегом и поставьте на огонь. Снег быстро растает, и на дне останется лишь немного воды. Давайте посчитаем. Из 10 литров снега получается 1 литр воды. Значит, снежинки – это только одна часть снега, причем не самая большая. Остальные 9 частей – воздух, который находится между кристаллами льда. Одно из очень важных для человека свой снега – то, что он скользкий. Эту особенность оценили еще наши далекие предки, ведь сани – самый древний вид транспорта. Чтобы скользить по снегу, надо тратить в 10 раз меньше энергии, чем для передвижения на колесах. Скользить по снегу легко, потому что из-за трения полозьев саней снег немного нагревается и подтаивает, превращаясь в воду. Это водяная пленка и помогает полозьям скользить. Но каким бы ни был снег пушистым и безмятежным, или опасным, или колючим, в конце концов он всегда превращается в лед, а весной под действием солнечных лучей обязательно тает. Субтитры создавал DimaTorzok